Дорогие друзья Дорогие друзья Нам особенно приятно здесь приветствовать наших крымских коллег, с которыми мы встречаемся впервые на крымской земле. Надеемся, что такие форумы станут здесь постоянными для того, чтобы наладить контакты с вновь присоединенным Крымом и Россией. Я приглашаю на эту сцену для приветствия заместителя директора начальника отдела ТБО и услуг в сфере похоронного дела Минстроя Российской Федерации Маргариту Александровну Осипову. Еще раз добрый день, коллеги. Я бы хотела поблагодарить организаторов этого мероприятия за предоставленную площадку, на которой могут встретиться представители органов государственной власти, муниципальных предприятий, частного бизнеса, обсудить насущные вопросы. Мы уже с утра успели обсудить тех вопросов, которые возникают у бизнеса. Я считаю, что наша встреча прошла благотворно. Я желаю участникам выставки продолжить в том же теме, в том же духе. Желаю вам удачи и благотворной работы. Спасибо. Вас приветствует Александр Анатольевич Жданов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Добрый день, уважаемые гости, участники форума. Приветствую от имени Совета Министров, руководителя Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёбова. Хочу поблагодарить вас даже лично и сказать вам спасибо, несмотря на веселое, невеселое, немало оптимистичное название в нашей выставке. Все-таки похоронное дело не вселяет уверенности в завтрашнем дне. Но это жизненность необходимая отрасль. Жизненно. Я не оговорился, что это жизненность необходимая. Это нужно не умершим, павшим, это нужно живым. Память о тех, кто закончил свой жизненный путь, она должна быть увековечена. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в соответствии с новыми требованиями мы разрабатывали и премии от депутатов нашего Государственного Совета Республики Крым в первом чтении приняли закон о похоронном деле. Главная задача нашего принимаемого закона Республики Крым это сделать именно отрасль похоронного дела, как именно отдельную отрасль в сфере жилищно-коммунального дела. Хочу сказать большое спасибо Министерству жилищно-коммунального хозяйства и Союзу похоронных организаций Крым, который действительно вселяет уверенность, что мы в завтрашнем дне сможем действительно выйти на новый качественный уровень отношения к похоронному делу и отношения к памяти умерших и погреших. Спасибо участникам и гостям за активную гражданскую позицию. Спасибо, благодарю вас. Нынешний форум проводится совместно с Союзом Похоронных Организаций Крематориях России и вас приветствует лицепрезидент СПОК Владимир Евгеньевич Ройкин. Прошу вас. Здравствуйте, дорогие мои коллеги. В России хочу в первую очередь благодарности признаться с организатором мероприятий и хозяевом родов, что принявших вас на этой земле. Более старый приятель, отличная география посетителей выставки. Все располагаю к тому, чтобы все ваши работы, все ваши деньги совершились удачно. Поэтому от всей души желаю вам заключения контрактов, поиска новых партнеров, налаживания деловых связей и всех успехов в вашей работе. Спасибо. Я приглашаю на сцену представителя Всероссийского профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства Нину Николаевну Лещук. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. По поручению Центрального комитета профсоюза, нашего председателя Василевского Александра Дмитриевича, я как Крымская Республиканская Организация передаю вам огромный привет. Приветствие, которое прислал Александр Дмитриевич, вот оно здесь у меня, я его не буду зачитывать, и скажу только в нескольких словах, что отметил Центральный комитет. Как под отрасль Ваша дает возможность нам сегодня отметить хороший социальный диалог, который есть между работодателями и профсоюзом жизнеобеспечения. Александр Дмитриевич отметил совершенствование работы, качество, улучшение качества оказываемых услуг, и сказал, что очень надеется на дальнейшее сотрудничество и то, что проведение научно-практической конференции и данной выставки на Крымском полуострове, жемчужине Крымского полуострова, города Ялты, нужна надежда, что отрасль, ну знаете, будет, вот это я от себя скажу, будет уменьшать ту горечь и боль потерь, которую каждый из нас в жизни испытывает. Каждому из вас желаю здоровья, трудовым коллективам, конечно, достойной заработной платы, а всем вам, гостям Крымского полуострова, черного, теплого, уютного моря и Крымского солнца. Слово нашему гостю из Москвы, отец Сергий, кандидат Богословия, священник Русской Православной Церкви, руководитель департамента по взаимоотношению Церкви и общества. Сердечно приветствую гостей и участников выставки «Непрополь Крым», конечно, не руководитель департамента цинодального дела по взаимоотношению Церкви и общества, но здесь я представляю, в адрес выставки было направлено приветствие от руководителя департамента нашего цинодального дела. Я же со своей стороны хотел вас поздравить с началом мероприятия именно здесь, на Крымском полуострове. Это, действительно, колыбель православия для России именно здесь. На этой святой земле принял крещение князь Владимир Равнопостов, князь тысячелетия со дня блаженной кончины, которого в этом году мы с вами празднуем, и в общем, тоже соболично, что его представление, его успение в этом году мы отмечаем. И здесь, в этом году открывается выставка «Непрополь Крым», что свидетельствует еще раз, свидетельствует о контекрации полуострова в культурную, экономическую жизнь России. И выставка, конечно, она отраслевая, но ваша отрасль, она имеет очень специфическое направление деятельности, она очень деликатный направление деятельности. И хотя здесь, конечно, на форуме будут говориться о выночных отношениях, о бизнесе, но это не должен быть просто бизнес. Как-то нельзя говорить о бизнесе, например, когда мы говорим о медицине, это всегда взаимоотношение с жилым человеком. У Бога все живы. Просто одни живы здесь, а другие живы там. И вся ваша работа, она именно направлена на связь между теми, кто здесь и теми, кто там. Чем бы вы не занимались, крестами или похоронными, принадлежностями или являетесь церемонии мистерами похоронного дела. Все это очень важное, благородное направление деятельности, которое на Руси всегда приветствовалось и воспринималось как имеющие очень значимые существа. И на Руси покровителем вашей профессии был святой преподобный Марк Гробокопателем. Он был подвижный в реке Вечерского монастыря и прославился тем, что именно своих прадед водогобейный безвозмездно погребал. Я желаю вам помощи Божьей по молитвам святого преподобного Марка Гробокопателем. В свое время в Москву привозили его святые мощи на такую же выставку. И хотел поблагодарить организаторов этой выставки за нужное и важное дело. Надеюсь и рассчитываю, что взаимоотношение Русской Православной Церкви с вами будет продолжаться и здесь, на Крымской земле и на всей нашей необъятной Родине. Помоги вам Богу. Я приглашаю на сцену президента проекта «Некрополь» Сергея Борисовича Якушина. Мы по традиции с Союзом похоронных организаций проводим выставки в разных регионах именно с одной целью – развивать межрегиональные связи. Нас попросили провести выставку в Республике Крым, потому что обстановка здесь очень трудная. И в связи с тем, что границы закрыты, и банки не работают, и банкоматы с трудом обслуживают наших клиентов и наших участников, нас попросили привезти российскую продукцию в Крым. Мы желаем всем успеха и надеемся, что даже представители такой тонкой, но социально значимой отрасли, как похоронка, сможет объединить территорию Крыма с большой Россией. Спасибо большое. Ну и нам остается только объявить выставку открытой. Пожелать вам всем успешной плодотворной работы здесь, контактов с крымчанами, контактов со старыми и новыми клиентами, ну и приятного пребывания на Черном море. Успехов вам! Выставка объявлена открытой. Спасибо. 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 Спасибо.